Кто давал команду? Ну, Пуляковский говорит, что не он. Отправить 131-ю бригаду в обход, захватить железнодорожный, возглавил, не знаю. Это надо спросить у них. Хотя, предположительно, конечно, я знаю. Но говорить без полных оснований я не могу. И дальше события развивались так. Наступили сумерки, ночь, по сути дела ночь. Чеченцы, заняв все высотные дома вдоль маршрутов 81-го полка, в упор начали расстреливать технику. Сперва в голове и хвосте, затем в середину и выборочили все остальное. В упор, как мне рассказывали, потом гранаты подвешивали на парашютике от сигнальных ракет и бросали с тем расчетом, чтобы она взорвалась сверху и могла накрывать как можно больше площадь. И, по сути дела, в течение ночи шло уничтожение колонн 81-го полка. Помочь чем-либо в той неразберихе, которая существовала в течение ночи, я не мог. Западная группировка так и не вошла в город. Восточная группировка сбилась с маршрута, понесла потери и принуждено было отойти. Северная группировка откатилась, за исключением разбитого 81-го полка и 131-го бригада откатилась назад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!